Итоги ЕГЭ подведены. Школьники получили результаты и готовы поступать в учебные заведения. Моя коллега Анастасия Наборщикова уже знает, сколько в этом году стубальников. Что скажешь, Настя? В этом году результаты лучше. Правда, все-таки узнаем мы все в сентябре. УГЭ и ЕГЭ сдали не все. Выбирать математику или русский язык нужды нет. Это обязательный экзамен. Их сдают 100% выпускников. Правда, почти половина из них, 46%, выбирают еще и общество знания. На ЕГЭ и ОГЭ это первый предмет по выбору. Следом идут биология, информатика и география. Осталось мало уже квалифицированных учителей, которые готовят по химии, по физике, по информатике. И, соответственно, эти предметы сложнее сдать на положительные баллы. И ребята, да, даже в ущерб тому, чтобы поступить на бюджетные места, например, в нашем техническом вузе или в других вузах края, выбирают сдавать общество знания. В этом году ЕГЭ сдавало свыше 10 тысяч человек. Полтысячи – это выпускники прошлых лет. Еще семь человек – из Казахстана. Что интересно, лишь четверо нарушили правила ЕГЭ и были удалены с экзамена за использование телефона или шпаргалок. Правда, пересдавать экзамен будут полторы тысячи человек из-за неявки, болезни или плохих результатов. Повторно ЕГЭ сдадут три школьника из Казахстана и 900 наших выпускников. Чаще ли на пересдачу идут дети из села? Такой вопрос мы задали специалистам Министерства образования. Но они его проигнорировали, как и вопрос о том, какой предмет оказался самым провальным. Видимо, проблема связана не только с учениками, но и с учителями. Их нехватка в крае ощущается взаправду остро. Но на сайте нашего министерства акцент был сделан на другом. Для беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, а также для выпускников, находящихся за рубежом, была предусмотрена возможность пройти ГИА в форме промежуточной аттестации. Мы уточнили и выяснили. Школьники из Донецкой и Луганской народных республик у нас экзамены не сдавали. Что же касается наших ребят, то в этом году среди них 100 бальников больше. На этот раз русские на максимум сдали 34 человека. В прошлом году их было 26. Есть даже мультибальница София Борисова, выпускница 22-й гимназии. Ига по-русскому. И истории ей удалось сдать в сумме на 200 баллов. Вот такие результаты. Быть может, помогла отмена антиковидных ограничений? Или погода, а может быть и настроение. Кто знает. Спасибо, Настя.